Такое дело, вчера сижу я здесь, занимаюсь, и вдруг звонок от тебя. Ты говоришь, что там собаки бегают, кто-то не может пройти, что-то я так и не понял. Милиция, полиция. О чём ты звонила вчера мне? Подробно скажи, откуда ты узнала об этом, что там кто-то идёт к нам? Погромче говори, чтобы я слышал. Тимофей вышел тогда и позвонил уже за оградой. Здесь, говорит, люди какие-то, Игнатия Тихоновича спрашивают, какую-то книгу надо взять у него. А в ограде бегают собаки, они не могут войти в ограду. А он-то когда вошёл, как вошёл, если бегают собаки? Он-то как, Тимофей, вошёл? Он выходил, он вышел, а собаки... А, подожди, откуда вышел? Когда я собак пустил, он уже был здесь у тебя сидел? Да. Вот это вот тайна. А как он вышел-то, когда собаки бегают? Они вот в этом углу были, и он свободно прошёл. Опять новая задача. Мы всё предупреждаем друг друга, чтобы не выпустить. Запёр всё. И всё равно... Всё равно не так. Калитка заперта. Никто не зайдёт. А уже он зашёл здесь. И ты ни слова не говоришь. Никого... А я как тебе скажу? Через стенку? Очень легко. Ты позвонить могла, сказала, у меня человек, смотри, как собаку пускаешь. Ну, могла бы сказать, ну ещё вот так это нельзя же так. Я всё обдумаю, и всё равно вы меня разрушите, потому что вы находитесь в стане моём. Так не делается никогда. Собаки большие. Сделали надпись. Ты помогла сделать. Осторожно, во дворе большие собаки. Большие. Они между собой не ладят. Тому надевай на мордник. А этот-то так незнакомый человек. Я запер. Калитка заперта. Никто не зайдёт. Мы одни. Я всё обдумал. Но рядом другой человек, который мне всё это перечеркнул. Ты знаешь, какой страх на меня нашёл? Собаки. Если они дружно возьмутся за человека, от него ничего не останется. Это же большие собаки. Огромные. Ты понимаешь, нет? Всего ничего. Звонить начинает. Кто пришёл? Чего? Я не дослышал. Милиция. Полиция. А тем более они были. Полиция. Полиция. Собаке мешает. Им надо проникнуть ко мне. У меня она выращивается здесь. Потому что я обращался к ним за помощью. Они угрожали мне за то, что я многих людей передал и погубили из-за меня в КГБ. Почему они так быстро приехали? Полиция-то через забор перелезла сюда. У меня-то другое совсем всё. Я сразу включил наружное наблюдение. Действительно, машина стоит, никого не видать. Что? Мои собаки мешают, они могут пристрелить их. На каком основании, когда у меня всё заперто? Ты в моё положение войди. Я не могу жить вашим этим тараканьим умом. Мне даже ни слова не сказали. Вы меня вывернули перед ними. Что делать теперь? Я быстрее-быстрее одеваюсь, хватаю аппарат. Мне снять надо их. Кто они такие? Чего им надо в закрытом двору? Я никому не обязан ничем. А сам-то обращался в органы везде. Обратились-то к президенту. Обратились-то никуда-то в центральный орган КГБ. ФСБ теперь называется. Речь-то идёт обо мне. Ходатая пищем. И ходатов никаких-то в лице президента и патриарха Кирилла. Чтоб мне двери открыли куда-то проникнуть. Это у меня всё передо мной вот так вот. Я по двору бегу, бежать-то не могу, спотыкаюсь. Что случилось? А может быть что-то уже они собаки сделали, им нужны нету. Две здоровые собаки бегают. Ты мне написала, прекрасно, видно, я в целлофан прибил. Зачем ли-то? Бегу, смотрю. А там может эта задворина-то, которая была-то, я её не привязал. Думаю, если Володя придёт, у меня другое уже. Я не один, он ещё. И он тогда через щель эту задворину-то, которая калитки не даёт, отодвинит потихоньку. Мне только привязать бы надо, но я побоялся из-за него. То есть я всё обдумал, но что вот такую вы мне бегу подстроите, никак. Он у тебя сидит здесь. Кто к тебе пришёл? Я буду запираться с утра, никто не зайдёт на ключ. Ты меня не предупредила. Утром помолились. Я выхожу, тебя уже нету. Я не сказать. Стущи, мне некогда, минуты одной свободны. Я сейчас пришёл, сколько писем здесь. За меня, когда таятся, снова люди перед патриархой Кириллу пишут. Через это находят Кирилла теперь, который приезжал. Через него, чтобы передали. Вы-то ничего этого не знаете. Мне сказать вам нельзя, потому что вы молчать не умеете. А я только соседке сказала. Поднятая целина у Михаила Александровича Шолохова. Написано, как там офицер приехал, готовят они там восстание. Ну и бабка-то на пищи сидит, она ничего не знает. Совсем больная. Но сказали, что будет восстание. Эту советскую-то власть сбросят её, сатанинскую власть-то. К ней пришли бабки проведать её. Этих дома-то никого нету. И она ему говорит, а у нас тут в комнате-то офицер сидит. Сегодня-завтра стрелять будут. Власть эту уберут. Бабки-то вышли, это хозяев-то ничего не знают. И они ничего больше не могли придумать. Он любит мать свою. Он решил матери не давать ещё есть. Заморить её голодом. Выхода никакого нет. Она всех под расстрел подвела. Почему вы старухи? Вы рано деградируете. Я всё вспоминаю. Жиринов сказал, я... Вольфович говорит, столько 55 лет исполнено. Дурдом их сдавать надо, жён. За языком не смотрят. С тряпками возятся. Выйти нельзя. Трепят, что не надо. Это говорит человек другого уровня. И что он сделал? Я не даю лезь. Она просит, попить надо. Он сам умирает. А выхода никакого нет. Руками не прикасались. Они заморили, она умерла. Ну не буду же я вас запирать здесь. Я сразу вот вспоминаю. А я только одной бабке сказал. Сказала. А почему? Тебя не поопасались, а ты сидишь рядом. Ну я не конкретно к тебе говорю. Уже понеслось. Мы везде писали заявление и говорили, чтобы ни один человек не знал. Я в органы пишу. Такое дело нельзя, чтобы знали. Я как будто бы знал, что сейчас начнётся это. Проходит сколько времени. Мы с чего боялись, то и началось. Вплотную подошли. А эта речь касается не одного человека, а может быть сотни тысяч. А может и даже миллионы людей. Я только утром сегодня получаю снова письмо. Получаю из центральных органов. Из центральной генеральной прокуратуры. Органов МВД. В системе наказаний. И теперь письма ходатай идут туда. Ответа с одного места только нет. Я должен менять тактику. А вы тут раз выскочил. А я бегу. Это всё у меня перед головой пронеслось. Почему? Если они поняли это так, то ведь я этим ставлю их в другое положение. Они не могут никто сделать то, что мне положено сделать. И обо мне ходатай. И говорят, во всей стране нет человека, который бы это сделал. На меня. Я себя таким не ставлю. Но я обдумал сюда. И все документы сфотографировали. Всё отослали туда. Центральные газеты, журналы писали статьи. Вот это промежуток, пока я бежал, это всё вспомнил. И что у тебя кто-то сидит, я вот до этого момента не знал. А ты быстро уходишь. Ты теперь понимаешь, что ты, каково мне, какой у меня аппетит. Я выбегаю, собаки здесь. А гляжу, он калитку-то приоткрыл. А там собаки, которые гуляют со весной. Мои обе собаки на улице. Эти люди не знают, где в машине прятаться. Ты за этим ничего не видишь. А тебе знать не надо. Ты просто молчи. Да ладно, звонить будешь, если ещё надо. Главное не сказала. Почему? Вы ответите за это. Потому что я делаю дело Господне. Вы не просто мне бросаете под ноги щурки. Вы сами ложитесь щурками, чтобы я не переступил. Я бегу с собакой. Где мои собаки-то? Калитка-то открыта. Они приоткрыли. А собаки-то кинулись. Они её бросили, она приоткрыта. А они-то у меня не мои собаки. А теперь я их нигде не найду. Ты поняла, о чём молиться надо? И люди-то все, которые послушают, посмотрят. Они за тебя. Она такая хорошая бабушка. А он ей тиран-тиранит душу. Они ничего не знают. Им это не надо. Они даже не плотские люди. Они мёртвые. Вы живёте среди мертвецов. Меня повезли здесь в органы ФСБ на машине. Я только что вернулся оттуда. Я уже вас боюсь как огня. Вы трепить ещё не надо. Мы написали. Пресса не должна знать. Если они, значит, эти знания проникнут дальше туда. И всё отрубится. Уже всё. Всё пропало. Мы ещё не знаем, знает или нет. Я только вижу сейчас, как смута назревает там, которые я мог бы получить, потушить её. У меня всё собрано. Я написал, какие взять с собой книги. Ну, в прошлый раз ты только перейти мне границу турецкую с той стороны. Мне пришла благодарность за патриотические чувства. Мне не надо эти благодарности. Пиарит себя старик. Они мёртвы, ничего у них нету. Если люди, которые ходатайствуют здесь, в Москве и в других городах, за меня ходатайствуют, они говорят, никого больше нету, чтобы этот человек исполнить мог. Почему? Опыт моей жизни. Материалы, которые есть. Я отложил Библию. Симфонию, наконец, нашли. Отобрал. А ты дала ей. Она не будет обманывать. Моя симфония вдруг в чужих руках. За этим-то сколько ещё? Я Лену не спрашиваю. Библию, а что спрашивать? Вы через пять минут не помните, что говорили. Хорошо поняла? У меня калитка закрыта. Кто придёт, не открывать никому. Я её запирать буду с утра. Но на ключ не буду пока закрывать. Мне некогда из кармана даже ключ вытаскивать. Кто пришёл, ты мне дай знать. Вот тогда да, закрыто всё. Никто не... А вон здесь воробей сидит. Я закрыл, чтобы никто не вышел. Вот бабки открещиваются, когда не поймёшь, что она от беса подкрещивается. Или закрещивает демона, который уже в ней сидит. В этом-то вся суть. А у меня тут ещё новинка одна. Отмеши-ка мне аппарат, я спрошу тебя. Так, выхожу я ночью сюда. Ну, встал ночью тут. Бывает молитва коротенькая. Бежу тут зарядкой. Какой-то телефон новенький такой. Похожий на тот, который у тебя терялся. Он это или нет? Покажи. Да, вон самый. Это который летом терялся? Да. Как мы его искали? Я ребятишек допросовал. Кто детей привёз? Ну, это... Ребятишкам-то нужна игрушка. Она вон-то открыла. Комната открыта. Когда потерял, не знает. И она у него исчезла. И вдруг вчера это... Сколько-то прошло? В каком месяце потеряно было? Ну, последний раз за мёдом ездили. Я не знаю, когда мы там... Год когда... Ну, считай. Если даже в июле это было. В июле. Ну, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Семь месяцев назад. Да. И он работает удивительно. А работает? Я его зарядил, он работает, да. Так, расскажи, где он был у тебя? Мы же всё обыскали. Всё перевернули. В моей комнате. Котёнок там. Ребятишки. Я поневоле думаю, дети, это едва-едва верующие. Такая штука лежит в карманах. Мы вещи все перетрясли. Дети уезжают. А если они побоялись и положили, куда-то, значит, где-то погибнет. Звонить, звонка никакого нет. Как он вернулся-то к тебе, этот телефон? А он уже другим телефоном пользуется, купил. Ну, он это... Как он вообще потерялся? Мы поехали же за мёдом. Куда поехали? Взяли с собой пакеты, и там баночки под мёд. А так как у меня был карман, у брюк порванный. Я же его в кармане носил, он же большой. Куда его положишь-то? Сюда не засунешь. Я решил его в пакет с этих баночки положить. Ну и положил. В сумочку, в баночки. А это ехать, ну, рыбку, 10 километров. С шестобитого. Думаю, там приеду, буду банки-то давать и достану оттуда телефон. А я же съёмкой занимался. А он возьми, вынести банки с мёдом уже полные. То есть наши банки он не стал наполнять. Я ему этот пакет-то, видимо, отдал с пустыми банками. А там у меня телефон. А там и телефон. А память-то я и забыл совсем про него. У тебя мысль была такая, что ты оставил именно в сумочке? Нет. Нет. Вот я почему всегда говорю. Если где-то кладёте, только там, по неволе насунешься на это. Записку положи. Ну так, да некогда было. Всё, он не виноват здесь. Ну, главное-то... Да виноват, виноват. Как не виноват? Ну, как он тебе вчера-то? Откуда упал-то? Оттуда прибыл. Вот, и мне несколько дней назад звонит Шерстобитов Геннадий Павлович. И говорит, я, говорит, нашёл твой телефон. Оттуда тебе дал знать. Да, он говорит, у меня на улице лежал этот пакет с баночками. Я, говорит, решил посмотреть, что же за пакет такой. Ой, мать моя родная. Господи, погрелый. А так как у него там этот... Алексей Устинов оставляет машину на зиму. Вот, он говорит, я, говорит, с ним передам тогда, когда он приедет. Я Алексею позвонил, предупредил его тоже, говорю, забери мой телефон. Я вчера был у Игоря Дубунова, там хлеб у него стряпал. Вот, как раз покажу. Показать лепёшки, как он стряпает. О, понятно. Я только не понимаю, это... Алексей-то как, зачем он туда попал? Как, среди зимы-то? Туда хода-то нету. Ну, он, видимо, по делам приехал. А как он приехать, когда там снег не проедешь? Где? Ну, от нас-то с Потеряевки-то. Ну, они же на снегоходах ехали. А, вон, на снегоходе он туда попал. Да. А потом снегоход оставил, а машину взял. Да, и Барабаш... А машина всю зиму стоит там. Да, и Барабаш точно так же делает. А Барабаш-то сейчас на Корщино переместился. Ну, да, да, вон-то, да, короче. На Алексеев дом-то. Мы тут не тупились. У Дубунова Игоря-то хлеб стряпал, вот мы созвонились, Алексей заехал, вот отдал мне этот телефон. Ну, я тоже-то открою тайну какую-то небольшую. Позавчера приезжал... Позавчера это было. Ну, стучаться здесь. Открываю. Барабаш. Ну, поприветствовали, все. Он приехал... Зачем он приехал-то сюда? Какая-то конференция. Да, да, да. И вот он приехал, остановился у Алексея Сискова. А Алексей Сисков мой крестник. Давайте. Главное, агроном в Корчиной был. Ну, тут в Корчиной 24, что ли, дома продают сразу. Люди уезжают. Семен уехал. Его отец, Семен Михайлович Сисков, уехал, и домик остался. И дом-то хороший, вполне. И он его продает. Игорь говорит, я там оставляю. Как ты оставляешь? Там уже машина... А там гараж. Я, говорит, загоняю туда и замкну. А теперь на снегоходе до Корчиной. Все, снегоход туда загнал, машину выгнал. Я говорю, а соседи как? Сосед убил, что кто-то там пришел, а ты кто такой? Он говорит, да я тот, который здесь. Ну, познакомились. И он его продает, этот домик. Я говорю, так что же ты? Купить надо его, и все, он ваша будет. Ставка там где-то. Да ну, да как, да нету. Я сильно не стал настаивать. Но когда они вышли туда, я включил наружку, смотрю, они стоят с Володей там. У меня мысль такая, немедленно нужно покупать. Я кое-как, чуть не на босу ногу. Только бы не уехали, только бы не уехали. Добегаю, они еще стоят. Я говорю, Игорь, купить надо этот домик. Игорь, достанем. А кого достанем? Я к тебе даже пришел. К тебе пришел занимать деньги. Впервые за 60 лет. К Володе сунулся. Гляди на нее. Володя, ну хоть что-то есть, ничего нету. Ну, я и начал так. Кого? Самый богатый человек. Кто у нас? Я, значит, туда. Телефон-то не работает мой, я не знаю, как звонить. У тебя есть этот... Я вот начал как. Игорь, покупать надо. Покупать немедленно этот дом. Представь себе, ставка где. Вот ты приедешь, у тебя свой дом, нижний, чужой. Понимаете? Игорь, да. А Игорь, так это, ну, вроде потом никаких. Я на батюшку. Все туда. Игоря нету, на завтра звонит нигде нету. А я уже туда. И деньги начали прибывать. Ну, люди знают. Я говорю, к июню я отдам. У меня пенсия, больше нет дохода, ни копейки. Нету. Ну, и привозят уже деньги. Привозят. Я все посчитал, все созуме, стоимость набрал. Стоимость дома уже набрал. Набрал за ночь, фактически. Ну, и всем я говорил, что, это, я рассчитаюсь. У меня в заначке там есть для, ну, бульдозер, когда привозят, я там по теряйке оставляю, срочно надо эти дамбы делать. А привезти, только привезти не работает. 60 тысяч надо. Бульдозер. 60 тысяч, при пенсии в 6 тысяч. А ну, сейчас 12, что там говорить, богач. Ну, а вот здесь, кстати, я разборачиваюсь. Игоря звонит, телефон он говорит, я к батюшке. Телефон нет, он, видимо, отключил там на конференции-то. И не работает. Через кого? Через жену Лену его. Этот ушел, я знаю, с лепешками возится ему, а я в это время все продолжаю здесь. И только приходит известие, когда это, ты мне сказал, что он это? Да. Он сам, он сам, он сам, он сам позвонил. Он этот продан, опоздали, опоздали прям совсем немного. Но там что-то еще такое, что если весной... Ну, там еще деньги не отдали еще, деньги не отдали. Деньги не отдали еще? Нет еще. Ну, это надо Алексея сейчас просто бомбардировать. Да, вчера он позвонил мне, я с Игорем на машине ехал. Он сказал, что в воскресенье придет сюда на службу, и вы договоритесь. Он придет сюда? Да. Понимаешь, как вот, мне ли этим делом заниматься-то? А я не могу это объяснить, у меня, я чувством работаю. Спрашивает, когда, ну, стихотворение написано, как, а я беру красную ручку, показанную молитву. Во время молитвы, вот у меня все, проплывает как бы строка. Как бы, я не вижу. Это гумяна. Я, а у меня, когда я молюсь, тут, я сейчас даже покажу это. А стихотворение-то написано, у меня, это попутно отвлекаюсь еще. За 4 тома по 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. Это вот бумага продается по 500 листов. Бумага, печатать. Ну, представь себе, 7 пащек надо одна на другую, и еще не войдет. Это столько стихотворений. 3 тысячи 467 стихотворений. Каждое стихотворение 36 строчек с эпиграфом. Это написано мое за 9 лет. Люди не знают. Цифры, я говорю, Пушкина считал. Так вот, сколько Пушкин написал за всю жизнь, плюс Лермонтов за всю жизнь, плюс Некрасов за всю жизнь, и Александр Блок, так это еще у них меньше, чем у меня за 9 лет. И черновики сохранились. Ну, представь, тут карандашом пишу, ручки это дорого. И списаны лежат. И ни одной помарки нету. Так не бывает, как, я говорю, когда я молюсь, у меня вот так вот, как бы строка проплывает. Я прямо на молитве сразу первую строчку записал. Было такое, молитва не кончена, вторая строка идет. Я второе, это два стихотворения готовы. Дальше я беру ручку, только 35 строчек успевает писать, не глядя. Такого не бывает. Это не может быть. Почему? Кто-то дает. От стихотворения, когда будешь считать, ты поймешь. Их начитывают сейчас люди, художественное чтение. На музыку положено, поют. Почему? Моего там ничего нету. У меня нет гуманитарного религиозного образования. Я самый настоящий дундук, как говорят. Но здесь-то конкретно. И у меня вот это, я к чему это сказал? Как бы, вот они вышли с Володей отсюда, простились, ну по-хорошему. Вызнали, расспросил. И они только вышли туда. И у меня как строка какая мелькнула. Вот я сразу бегом скорее догнать, покупать дом. Покупать. Я не могу сказать. Вот это мое устройство такое здесь. И вот вчера, когда здесь открыто, как люди, видно, что они ее наполовину выдержали, приоткрыли для того, чтобы только собаки выбежали. А мне-то это нельзя. Если собака выскочит, а собаки гуляются, ну свадебный период-то. Собак нигде не найти, ни по городу, нигде. А я не знаю, в какую сторону я убегу. Да куда я убегу? Понимаете, что делать? И мне-то приходится. Я ноги не успеваю подставлять под себя. Прекратить прихождение. Смотри, никого не надо. Если кому-то надо, скажи мне. Утром рано помолимся. Не уходи, сиди здесь, пока я не расправлюсь. А я сейчас голубей выпускать. Кошек сначала спрятать надо. Собаку привязать надо. Чтобы она не выскочила на голубям. Ты знаешь, даю я простор. Уже голубенок-то как голубь большой вырос. На глазах растет. У меня забота почистить. Добавить еду. Из еды, что они отправились, все это выскобрить. Поилки там. Вон они, видишь, как. Тоже на улице охота. Я прошу, сделайте снислаждение мне. Послушайте, что я говорю. Я же о себе думаю. Володя сказал, потерялся телефон. Он знает, сколько я ходил. Опять перехожу. Не нашелся, нет. Дети отправляются. Приехали с воспитателем. Я ему говорю, как только все готово будет, собирайте. Как только на выход вещи. Полная проверка. Ты далеко пошла? Полная проверка. Подозрения? Почему? А дети-то какие? Если телефон лежал, почему не взять-то? А Вера-то какая? Ну никакой. Ребятишки. А ребятишки-то умные. Они по телефону разговаривают. И вот мы вчера, на один день у меня это скопилось. Дом отбили нету. Ничего нету. Сижу спокойно в это время. Кто-то через забор ко мне лезет. И все это связано с полицией, с милицией. Представь себе. Этот находит телефон. И вот этот кавардак у меня к вечеру. Спать ложится или не ложится? Ты посмотри, какая она веселая. Ты покажи. Они говорят, какая же замечательная жена у нас. Какая красавица. Я говорю, у тебя рот скобкой вниз. Печальная всегда. Нет, вот такая будь как есть. Я, может, все это сказал, чтобы повеселить тебя. Ты счастливая? Ты счастливая, что я на тебе женился. Кто у тебя был-то там? Где? Да кто ж приехал-то вчера-то? Да тебе зачем осознать-то, бабка? Я тебе говорю, не надо, чтобы его голодом не заморить потом. Ты же от нас зависишь. А ты нам все это стряпаешь и пирожки, и все. Зачем тебе говорить? Главное, разбазарились, как говорят. Я вышел, все, заснял их. Они у меня засняты, эти люди. Чего не хотели. Какая такая срочность, что начали отодвигать задвижку лезти. Я-то это услышал. Полиция лезет ко мне. Что-то они узнали. А мне звонят? Открывай двери. Мы приехали тут забирать. Мы тебе то другое. Угроза. И вчера уже наши вычислили, кто это звонил и как. Я сразу только, когда позвонил, вот утром, вечером звонил в УВД края. Ответа нет. Утром только позвонил. Сказал такой-то голос. Поставленный такой. Видно, что человек имеет дело к интернету. Такой. Угроза такая, что я сотрудничий с КГБ. И люди, которые знакомы, многих я предал. Их там уже казнили. И за прошлые годы. То есть обвинение сумбурное. Подлое. Вранье. И это, видимо, сразу там засыпили. Их не дозабьешься. А тут я не успел повернуться. Полиция здесь. Закрыто. Собаки-то здесь. А они через забор, видно, перестегнули. Да. И уже здесь, в дверях, стоят полиция. Так было? Они в ограде ушли. Во. А было, говорят, полиция. Я только надеваю валенки, они уже в дверях заходят. Здравствуйте. Собирай котомки. Поехали. Вы что делаете-то? Но они не сказали. Это я уже так вижу, так у меня мелькает. Ну, я сразу. Они говорят, а видно, молодые ребята. Но они-то не знают, кто я. Тот самый или нет. Я тогда, подождите, я паспорт показал. Они тогда с него спишут. Кто сказал, как, в какое время. Дело связано с КГБ. И думаю, они брякнули туда, эти немедленно разобраться. Эти органы любят чистоту и порядок. Я говорю об органах где-то. Все записали и мигом уехали. А я только перед этим, на них только из Москвы поступило распоряжение. Связано все. И какой-то ФСБ России им написало туда. А эти дают ответ. И сейчас встаю, ответ уже по моей электронной почте пришел. Это у меня все, вчера на один день вот этот клубок перед глазами. Какой сон мне. Поняла? Ну, маленько пощадите меня. Дайте мне спокойно слюну проглотить. Что говорить? Володя, что ты там мешаешь? Покажи. Да я кошкам варю. Картошка простая. Кошкам варю, кошкам. А, кошкам. Ну, не слышу. У тебя, видишь, там, покажи, что. Вон, вверху надпись. Это я ставлю собаке разогревать. И кто-то брякнул. Написано, не отходи ни на шаг. Я ушел. Володя приходит, у меня чашки разогреть. Он на улице, собака. Она у меня кипит там уже. И чашку-то эту, где она у меня? Чашка-то. Да я не принес ее. Ты принес ее, нет? Нет, не принес. А на улице? Ну, там, да. Там она ночует чашки. Сам не пошел, этот забыл. Ну, все, 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 веселое утро. Слава тебе, Господу. Сегодня у нас вроде 5 февраля 2021 года. Что, все? Да. Лохматый ты какой. А мне сейчас что нужно? Смотри дальше. Ну-ка, подожди-ка, чуть-чуть у тебя еще. Кошки бегают. А мне надо поймать. Вот ты понаблюдай, что я делаю. Где они? Вот, покажи, где одна. Там, а вторая, где? Вот она сидит. Теперь я беру баночку. Смотри на нее. Гляди, гляди, как она забеспокоится. Гляди. Кубырк. Все. Теперь я беру что в руки? Немножко гальяны маленькие. По 5 грамм они гальяны насушили мы их. Они очень сильно любят кошки. Теперь я иду туда. Смотри на них, как они. Володя, подойди поближе. Гляди. Так, так, готово. Вот так, там вторая. Ну, что, что такое? Давай, лезь туда. Лезь. Вот оно что. Давай. На. Скорее, запереть их. Готово дело. А теперь, чтобы они не вылазили, скорее, свет на них дать. А уж в это время все подготавливаю, растилаю и голубей надо выпускать. Даже видели? Да, да. А теперь я хочу голубенка показать, Надежде Васильевне. Подождите. Вот смотрите, что мне надо сделать. Сразу заранее фонарик надо взять. Скорее, скорее, растереть. Вот здесь отправляются. Но это дело. Это каждое утро. Теперь это надо все пригонить. Чтобы не взлетело. Это я каждое утро ползаю здесь. Открываю. Бумага, чтобы не взлетала. Ее надо закрепить. Так. Хорошо. Ага. А теперь что надо еще? Теперь вот сюда вот надо. Так, сюда. Вот сюда, чтобы не взлетело. Покрывало снимаем. Так. Вот, гляди, теперь открываю верхний этаж. Я сейчас отхожу. Убираю все они. О, смотри на них. Сейчас они вылетят. Вот они. Вот. Ааа. Теперь я все это снимаю. Второй этаж надо туда поглядеть. Где у меня эти... Вот оно где. Теперь надо с теми разобраться. Это я каждое утро делаю. Вот это что ставлю. Баночки все убрать. Вот это поилка. Теперь надо убрать. Они туда оправляются. Места-то некуда. Видишь, сколько нет. Я каждое утро должен все это убрать. А теперь там... Кто бы занимался. Смотри. Какая радость. Мне кажется, 19 дней всего. Настоящий голубь уже. Ой, какой растет. Ой. Ну, под крыльем это еще нету. Пожалуйста. Это он здесь выпарился у меня. Но теперь я вот сюда сажу. За ним тоже убирать надо. Сейчас он отправляться начнет. Посиди, посиди. Он будет ручной. Ой, да хорошенький какой. Скорее его поставить. Ой. Все. А теперь я должен там счистить. А они вылетят. Так это уже залетело туда. Залетело. Она сидит на яйце на одном. А эти... Ну, теперь туда счистить надо. Они сидят там. Гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули. Ну, мне некогда с вами. Давай сюда. Вот так. Вот, смотри. Вот они. Ну, я поторопился, чтобы поскорее вылезли. Сейчас они вылетят. Вот они. Это родители его. А это тот. Отец. Вот он как. Вот. Это каждое утро у меня такое. А это-то я. Гляди, как. Это он ее уговаривает. Ты смотри, от этого мужчины. На него не смотри. А тот сидит ждет их. А этого ждет. Надо, чтобы я его сейчас себе руку. Чтобы он ручной был. Вот они крылья. Гляди. А то вот только маленький был. Совсем. Ну, ну, 17-й, кажется, день всего только. Нет, побольше. Уже 20-й, наверное. У меня запись идет. Ну, ну-ка, давай, 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 давай. И главное, одно перышко от отца. У него у отца такой он чернявый хвост. Вот он. Видать его. Это утром рано. Кошек запри, собаку привяжи, голубя, голубя. Сейчас прощищу. Сижу, занимаюсь. Они у меня здесь сидят. Это все надо сейчас прощищать. Видишь, они отправляются туда. А ему негде повернуться-то больше. Это утром. В это время я полностью раскрепощенный. Ничего, кроме голубей, передо мной нет. Вчера Елена начала меня записывать, как что, и по частям разбила. Как первый раз я с голубями встретился в жизни. Это было года 4. Меня за руку тетка Татьяна вела, я увидел голубку. Никогда не видел. Она меня тащит и с места не может сдвинуть. Я только глянул, и мгновенно влюбился в голубя. В карпурке было. Вот они сидят. Вот сюда выходи, они сейчас летят. Посмотри. Чуть-чуть подождать, когда слетит. Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули. Так. Сейчас. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Вон он как. Гляди. Это они к нему слетают. Все. Все. Это глину с песком. И тут, ну, разное от печки, что отлетает. И соль. А тот крылышками уже машет, тренируется. Ну, скажите, вот по совести. Вот у меня столько там 57 миллионов просмотров. У кого такое утро бывает? Такое насыщенное. А тот скорее к своей жене идет. Сейчас я уберу вот это, чтобы... Вот оно как. Вот оно. Это я рубашку убрал. Сейчас еще слетят. Подождать придется. А тот топчется. Потому что у него она сидит там, парит. Сейчас слетят они обязательно. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. А тот ходит везде уже как настоящий. Это она утрен... Крылья надо... Утренняя гимнастика. О-о-о. Эти сейчас слетят сразу. Вот представь, утро. Где-то оправиться, все выскоблить, вымыть надо. На крышу у меня там голубятня. Там у меня 14 голубей. И в деревне я не знаю сколько. Вот он пошел. Это он перед ней. Это самец сам. Это он ей-ей обихаживает. Ты смотри на чужих голубей, не смотри. А то у тебя сейчас зашиворот. Да надо никуда, никуда от тебя. Ну куда ты, Володя? Валера, отстань ты от меня. Дай поесть маленько. Нет. Я видел, ты смотрела левым глазом на того пижона. А пижон это по-английски пиджин. Голубь означает. Все, и он успокоился. Нет ни одной птицы, которая бы... Вот перед тем, как лечь в постель, так скажем, когда он ее топтать будет, чтобы они целовались. Ну как она может целоваться, когда у нее... Ну, клюв-то твердый. Так он ее за клюв возьмет и ей что-то там дает. Видимо, переживал. Ну, шоколадку какую-то. И она тогда присядет. Он скорее на нее и оплодотворит. Вот он как. А тот боится вверху. Вон тот. А он, видимо, ему скажет, у тебя там сидит дома еще? В роддоме. Так сиди на нее и смотри. А не лезь к моей. Это я за них, за голубей отвечаю. Как они думают. Может, маленько ошибаюсь. Как рассказывает щукся один на берегу. Я это, а тот лодка. И по берегу его идет жена. Лодку тащит на веревке. А тот спрашивает, а тот в лодке сидит. Далек это ли? В роддом жену везу. А жена тянет веревку и лодку за собой. Вот они все. Ну, все тогда. Гляди, какие. Голуби. Как шариком. Что сравнивают? Коты или слоны. Что, все? Все. Спаси Христос. Без вашей помощи ничего бы этого не было. Теперь я их поснимаю. Так, а тот, эти внизу голуби, внизу, а этот старается залезть туда к ним. Вот он слетел. А этот его сразу прогоняет. Надежда Васильевна спрашивает, разрешение уходить ей? Да, я разрешаю тебе уходить. Сиди спокойно. Поднимай ее. Она бодрая. Ее только поднять, а потом не остановишь. Мешочки. Бежит, говорит, земля дрожит. А упадет, три дня лежит. Володя, давай, снимай с нее, помогает ей. Она сама снимает. Да. Ой, все, это тут она, чтобы в комнате ходить в этих. Ну, как в больницу. Все, давай, с Богом. Бахил, бахил. Ну, и когда к нам идешь, говорит, ногами стучи. Руки-то заняты будут пирогами. Догадалась. Пироги-то понравились тебе? Очень даже. Хорошие пироги, давай. Еще неделя, и заговорня будет. Ну, а там... А этот лежит. Потихоньку. Много не открывай, чтобы ее не тащить за воротник. Держись там за стенку. Чтоб не упала забота. Это у нас четыре ведра. А то застывает колонка. Вон, видишь, как он. Он даже не дает ему слететь даже. Ну, и все. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Кормить его сейчас будут они. Он крылышками трепешится. Он может к ним подойти даже сейчас. Это голубенок такой. Вчера вечером гляжу, а у этих чашка вот такая вот. С пшенисой там, с семечки. И он туда голубенок залез и закрыл все с собой. Пришлось ночью его водворять на свое место, в детсад. Он что-то клевать пытается уже. Иногда родители бросают по каким-то причинам. Ну, заперти. Я пробовал сам кормить изо рта пипеткой. Очень трудно. Много времени уходит. А тут ничего. Вот он. А вот среди зимы бывает потепление, и голуби начинают нестись. Я их уговариваю. Никаких несутся. А теперь опять мороз тяпал, а голубята все померзли. Ну, вот он какой. Это крылья его какие. Только что начинает. Это все уже заложено. Господь сотворил так. И еще делает. Это крылья, мускулы, наверное, накачивает. О, он показывает ему отец, как надо делать. Это отец. У отца хвост черный, а у того одно перышко. О! Он никуда просто подлетает. Я во сне вот так бывает вижу. И когда определяется, вот они оба. Если ты во сне летаешь, это гордость. Может и гордость, не знаю ее. Во сне, если летаешь, откуда это взял? Вот он ее. Что-то не понравилось ему. А она от него куда-то в сторону. Видишь, хвост распустил как. Вокруг нее. То есть, это не просто. Он ее гоняет. А он любовь добивается. Пока тот еще не вырос, они скорее второе гнездо опять. Если бы вот как голуби, женщины, ну так же были бы. Детей не убивали в утробе. Русских сейчас было бы 650 миллионов. По выкладкам Дмитрия Ивановича Менделеева. Видишь, он не дает ему слететь. Охота уже закончить, и все это интересно. А тот топчется. Вот он. Это моя аппаратура. Тут я сижу. Так, хорошо. Все. Сейчас буду чистить. Ну, поели маленько. Воوah. Вот. Продолжение следует...